ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ Сегодня у нас на очереди с 32 по 35 стихи первой главы Шимад Бхагавадгиты Они соединены, это такой очень эмоциональный монолог Арджуны И так, что он говорит КИМНО РАДЖИ НА ГОВИНДА КИМБХОГАЙРДЖИ ВИТЕ НАВА ЕШАМ АРДХИ КАНКИШТАНО РАДЖИАМ БХОГА СУКХАНИЧА АТТАМЕ ВАСТХИТАЮДГЕ ПРАНАМ СТЬЯКТВА ДХА НАНИЧА АЧАРИЯХ ПИТАРАХ ПУТТРА СТАДХАЙВАЧА ПИТАМАХАМ МАТТУЛАХ ШВАШУРАХ ПАУТРАХ ШЯЛАХ САМБАНДХИ НАСТАДХА ИТАМНА ГАНТУМИЧАНИ ГАНТО ПИМАТХУ СУДАНА АПИТТРАЙ ЛОКЬЯ РАДЖАСЬЯ ХИТОКИМ НУ МАГИ КРИТЭЙ НИГАТЬЯ ДХАРТА РАШТРЕНРАНА АКАПРИТИХСЯ ДжАНАРДАНА ОГО ВИНДА, ЗАЧЕМ НАМ ЦАРСТВО, СЧАСТЬЕ, ДА И САМА ЖИЗНЬ ЕСЛИ ВСЕ ТЕ, РАДИ КОГО МЫ СТРЕМИМСЯ ОБЛАДАТЬ ЭТИМ СОБРАЛИСЬ СЕЙЧАС НА ПОЛЕ БИТВЫ О МАТХУ СУДАНА, КОГДА УЧИТЕЛЯ, ОТЦЫ, СЫНОВЬЯ, ДЕДИАПА, МАТЕРИ, ТЕСТИ, ВНУКИ, ЗЯТЬЯ, ШУРИНА И ДРУГИЕ РОДСТВЕННИКИ СТОЯТ ПЕРЕДО МНОЙ, ГОТОВЫ РАСТАТЬСЯ С ЖИЗНЮ И ПОТЕРЯТЬ ВСЁ, МОГУ ЛИ Я ЖЕЛАТЬ ИХ СМЕРТИ, ДАЖЕ ЕСЛИ И НАЧЕ ОНИ УБЬЮТ МЕНЯ О ХРАНИТЕЛЬ ВСЕХ ВСЕХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ, Я НЕ ХОЧУ СРАЖАТЬСЯ С НИМИ ДАЖЕ В ОБМЕН НА ВСЕ ТРИ МИРА, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ЗЕМЛЕ, МНОГО ЛИ РАДОСТИ ПРИНЕСЕТ НАМ УНИЧТОЖЕНИЕ СЫНОВЕЙ ДРИТАРАШТРЫ, КОММЕНТАРИЙ ШИЛА ПРАПХУПАДЫ Арджуна называет Господа Кришну Говиндай, поскольку Кришна доставляет удовольствие коровам и чувствам. Употребляя это важное слово, Арджуна хочет сказать, что Кришне должно быть известно, каким образом можно доставить удовольствие чувствам Арджуны. Но Говинда вовсе не обязан услаждать наши чувства. Однако, если мы будем стараться доставить удовольствие Говинде, то это само по себе принесет удовлетворение нам и нашим чувствам. В материальном мире каждый ищет чувственных удовольствий и хочет сделать Бога исполнителем своих желаний. Но Господь удовлетворяет желания живых существ только в той степени, в какой они того заслуживают, а не в той, в какой они хотят. Однако, когда живое существо ставит перед собой иную цель и старается доставить удовольствие чувствам Говинды, а не собственным чувствам, тогда, по милости Господа, оно получает все, чего желает. Сильная привязанность к своему роду и членам своей семьи, которую проявляет Арджуна, в значительной степени вызвана его естественным состраданием к ним. Поэтому он не желает участвовать в битве. Каждый из нас хочет продемонстрировать свои богатства друзьям и родственникам. Но Арджуна боится, что все его друзья и родственники погибнут в этой битве, и он, одержав победу, не сможет разделить с ними свои богатства. Такой образ мысли типичен для людей, ведущих мирскую жизнь. Но в духовной жизни все обстоит иначе. Поскольку преданный стремится удовлетворить желания Господа, он может по его воле стать обладателем несметных богатств, чтобы использовать их в служении Кришне. Если же это идет в разрез с волей Господа, преданный не возьмет себе ни гроша. Арджуна не желал убивать своих родственников, а если уж их необходимо было убить, он хотел, чтобы Кришна сделал это сам. Тогда Арджуна еще не знал, что Кришна, по сути дела, убил его сородичей задолго до того, как они собрались на поле боя. И единственное, что требовалось от Арджуны, это стать орудием в руках Кришны. Об этом мы узнаем из последующих глав. Будучи от природы преданным Господу, Арджуна не хотел мстить своим вероломным двоюродным братьям, но их гибель была уже предрешена Господом. Сам преданный никогда не мстит тому, кто причинил ему зло, но Господь воздает обидчику по заслугам. Господь может простить тех, кто оскорбил его, но он никогда не прощает тех, кто оскорбляет преданных. Поэтому Господь твердо решил убить нечестивцев, несмотря на то, что Арджуна хотел простить их. О Магьяна Тимирандася, Гьянанджана Шалакая, Чакшурунмиритамина, Тасмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манопиштам, Стапитами Набутали, Свая Мурупа Кадамахям, Дадатисва Падантикам, Ванча Калпатарубешча, Крипасингупья Эвача, Патитанам Павани Бхеу, Вайшнаве Бхеу, Намона Маха. Дайши Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда, Шри Адвайтанка Дадхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая, Кришна, Приджтхая, Бутали, Шимати Бхакти, Веданта, Свами, Нити Намине. Намасте Сара Свати Деви, Гауравани Прочарине. Нирвишешашашунявадипашчатьядешатарине. Ого винда, зачем нам царство, счастье, да и сама жизнь, если все те, ради кого мы стремимся обладать этим Собрались сейчас на поле битвы О матху судана, когда учителя отцы, сыновья, деды, дедепа, матери, тести, внуки, зятья, шурины и другие родственники стоят передо мной Готовы расстаться с жизнью и потерять все Могу ли я ожелать их смерти, даже если иначе они убьют меня? Охранитель всех живых существ, я не хочу сражаться с ними даже в обмен на все три мира, не говоря уж о земле Много ли радости принесет нам уничтожение сыновей Дритарашты? Итак, это очень эмоциональный монолог Арджуны, в котором видна его система ценностей То есть фактически мы видим, что на одной чаше весов победа, слава, завоевание, власть, что является для Кшатрия без сомнения важной ценностью Потому что одно из имен Арджуны, Дхананджая, завоеватель богатств С другой стороны, на другой чаше весов лежат отношения И в этом стихе Арджуна говорит, что поскольку те, ради кого мы могли бы желать этих всех благ, будут убиты То есть это говорит о том, что все вещи приобретают смысл и ценность в отношениях Когда человек один практически, ему мало что нужно, он обходится абсолютно на минимум Но когда есть семья, друзья, какая-то группа людей, родственников То есть между ними что-то, что характеризует нас как-то Что вот у меня есть то, у тебя есть это Там как-то мы можем другу помогать, видеть успехи и так далее То есть когда человек что-то приобрел, допустим, он часто имеет склонность показывать другим Смотри, что я купил или что у меня есть, то есть можно как-то поделиться То есть вещи приобретают смысл в отношениях И Арджуна говорит, какой же смысл во всем этом царстве будет, если те, ради кого мы могли бы все это завоевать, будут убиты То есть здесь совершенно четко Арджуна посылает такое послание Постулирует, что отношения важнее внешних всех вещей, каких-то атрибутов, богатства и так далее Это важный момент Потому что в нашу эпоху люди очень часто жертвуют отношениями ради чего-то другого, ради каких-то материальных ценностей Такая ошибка происходит довольно-таки часто В то время как здесь Арджуна очень четко вот эту вот идею произносит Что зачем мне все это, если те, ради кого мы могли бы этого желать, будут убиты То есть именно по этой причине он в конце этой главы делает вывод о том, что сражаться нет смысла Потому что в этой системе ценностей чаша весов, на которой отношения, она перевешивает, чем та чаша весов, на которой победа, престиж, какие-то там богатства и прочие вещи Хотя, как я уже сказал до этого, для Акшатрия это значимые вещи Потому что что за Акшатрий, который не прославился в битве, который ничего не завоевал Ну или по меньшей мере, который никого не защитил То есть для него слава и победа это определенные ценности жизни И мы знаем, что позже, когда все сомнения Арджуны уже рассеются И он полностью с решимостью вступит в битву Он уже будет действовать как настоящий Акшатрий Понятно, что он будет действовать для Кришны Это его мотивация, как преданно он действует для Кришны Но при этом он ведет себя совершенно согласно месту, времени и обстоятельствам И он уже не будет вот так философски рассуждать Сейчас он мыслит в таких, знаете, вселенских масштабах Зачем мне даже все эти три мира, он говорит Или даже эта земля То есть такие, знаете, почти космические масштабы его мышления А потом, когда наступит битва, уже масштабы его мышления ограничатся полем боя То есть он будет делать то, что необходимо сейчас Когда половина битвы уже прошла, когда закончился восьмой день Силы были примерно равны И Дурьотхана, который хотел быстрее завоевать победу Он смотрел, видел, что какое-то вот такое топтание на месте происходит Нет какого-то очевидного перелома в ту или другую сторону сил И он вечером вот этого восьмого дня, когда восьмой день закончился Обратился к Бхишме Это у них был такой приватный диалог Приватный разговор один на один, без свидетелей И Дурьотхана ему поставил прямо ультиматум Он говорит, ты главнокомандующий Я понимаю твою привязанность к пандавам Но какой-то смысл сражаться на нашей стороне, если ты не сражаешься в полную силу Он говорит, я ставлю тебе ультиматум Что завтра ты должен уничтожить всех пять пандавов И самое интересное, что Бхишма пообещал Он говорит, хорошо И тогда Дурьотхана спросил, а как ты это сделаешь? И Бхишма сказал, я возьму пять стрел Пять пандавов, пять стрел на каждого постреле И в эти стрелы вложу всю силу своей аскезы Всю силу своего благочестия И он это прямо на глазах у Дурьотханы сделал Он сказал, что этими пятью стрелами, которые заряжены силой моей аскезы, моего благочестия Завтра я убью пять пандавов И Дурьотхан сказал, хорошо Но я оставлю эти стрелы у себя на ночь И завтра утром тебе отдам, чтобы никуда они за ночь не пропали Бхишма говорит, хорошо Никто их разговора не слышал, все это было тет-а-тет Бхишма ушел к себе Дурьотхан уже собирался ложиться спать И в это время Кришна сказал Арджуне Ты знаешь, у Дурьотханы есть план Он хочет завтра, чтобы Бхишма всех вас пятерых убил У него есть специальные стрелы для этого Он говорит, ты сейчас можешь пойти и попросить у него эти стрелы забрать Ну как бы так сказать, на правах младшего То есть, когда младший приходит к старшему, согласно ведической культуре То старший должен что-то ему дать Ну как они обмениваются всегда какой-то любовью Но со стороны старшего какое-то благословение всегда должно быть И Кришна сказал ему Помнишь, Арджуна, ситуацию, что когда вы были в лесу И когда Дурьотхана, когда они были в сгнании пандавы И когда Дурьотхан решил перед пандавами блеснуть своим богатством и так далее На пикник они пришли, Кауравы, во главе с Дурьотханой И так они немножко решили шикануть там И там они неудачно связались с Ганхарвами И конфликтнули с ними слегка И Ганхарвы пленили Дурьотхану И Арджуна и Бхима освободили их И Дурьотхане было страшно стыдно тогда Что он пришел шикануть, блеснуть А попал, наоборот, в такую ситуацию Полный конфуз для него был Но тем не менее он был благодарен Бхиме Арджуне И он сказал тогда, что ну ладно За мной должок, я буду тебе должен Спасибо тебе, что помог мне освободиться И вот теперь Кришна говорит Пришло время этот долг взыскать Говорит, иди попроси у этого самого Дурьотхана эти стрелы И Арджуна уже буквально прямо вот уже перед сном Уже собирались спать Пошел в лагерь Кауравов Его пропустили к Дурьотхане Он говорит, что ты пришел, Арджуна Чувствуешь слабоват, это плохи твои дела Потому что Дурьотхан был в таком настроении Что ну все уже, как бы дело сделано Завтра есть у нас пять стрел Вот, если Бхима завтра убьет пандов То фактически это уже будет решающий перелом в битве Потому что это главная сила, на которой вся эта армия И он с таким предвкушением думает, что видимо Арджуна почувствовал какую-то слабость И решил там какую-то дипломатию воспользоваться Он говорит, ну что Арджуна, пришел у меня попросить царства Просто так без боя решил взять А я тебе дам, не проблема Ты младший, я старший, я обладаю большими возможностями Могу тебе дать, не проблема Ну что, возьмешь царство без боя? То есть Дурьотхана блефовал Он прекрасно знал, что Арджуна царство без боя не возьмет Потому что в психологии кшатриев давать пожертвования, а не принимать пожертвования И поэтому он прекрасно знал, что об этом речи нет И так легко он предлагал это, прекрасно зная, что ничего этого не произойдет Но тем не менее он проявил такую, знаете, как бы благотворительность ментальную Вот тебе предлагай Арджуна царство Потом, ну, будешь жалеть, может быть, да Хочешь, бери Прекрасно зная, что Арджуна, конечно же, ничего этого не возьмет Арджуна говорит, нет Я не буду брать царство Но вот за тобой должок Помнишь, когда мы тебя освободили в лесу Во время твоей неудачной стычки с Ганхаровами Ты пообещал выполнить мою просьбу Дурьотхана так напрягся, говорит Ну, в общем, да, ну и что ты хочешь И Арджуна говорит, отдай мне пять стрел Которые ты подготовил на завтра, чтобы Бишма Убил нас, пятерых братьев, этими стрелами Дурьотхана так вздохнул Говорит, хорошо, я тебе отдам Только скажи мне, откуда ты узнал об этом Потому что мы говорили без свидетелей И Арджуна улыбнулся, говорит, ну, Кришна И Дурьотхан взялся за голову, говорит, о, этот Кришна опять И он слышал о том, что Кришна великая личность, могучая личность И тут он понял, что действительно у Кришны какие-то по понятиям Дурьотханы мистические способности Потому что откуда он узнал? Он же не понимает, что Кришна это параматмана Которая находится в сердце каждого Как сказано в 13 главе Бхагавадгиты Повсюду ее глаза, уши, руки и ноги Сакши, агам Сакши, Кришна, говорит, я свидетель всего То есть Дурьотхана не понимал этих вещей Он так вздохнул, говорит, ну что ж, ладно Кришна так, Кришна, похоже, легкой победы нам не видать Отдал эти стрелы И поэтому этот план сорвался Вот, и мы знаем, что на 10 день битвы уже сам Бишма был сражен И это фактически уже был коренной перелом То есть идея в том, что сейчас, когда мы читаем первую главу Арджуна находится на уровне ума И он рассуждает Умные вещи, в принципе, правильные вещи Показывает свои качества Показывает свою систему ценностей Но это еще до той поры Пока он не понял, что все-таки ему сражаться придется Пока он еще говорит, нет, нет, я не буду Зачем, пусть лучше они меня убьют Но когда Кришна ему сказал, что исход битвы уже, в принципе, предрешен Что вы победите Он показал ему в 11 главе Бхагавадгиты Каларупу, вот эту вот форму всепожирающего времени Которая в себя втягивает Всех этих воинов, которые сгорают Тогда он преисполнится решимости И взялся выполнять свой долг И дальше он вел себя уже как абсолютно нормальный кшатрий Используя и силу, и ловкость И где надо дипломатию, и хитрость И так далее То есть все, он уже действовал В полном соответствии со своей природой А вот в этих стихах, которые мы пока читаем Он действует как бы такой какой-то, знаете, пацифист Как что-то там Представитель какой-нибудь организации объединенных наций Которая рассуждает о мире во всем мире И вот нужна ли нам победа такой ценой И вот такие вот всякие разные вещи Итак Арджуна понимал в самом начале Что цена будет велика И он сказал, задал этот вопрос Капритихся от Джанардана А что нам с этого будет, Джанардана То есть буквально Какое благо Притти, притти это благо Или приятные вещи Приятные вещи, притти Капритихся от Джанардана А что нам приятного будет от этого То есть как вот люди говорят Обычные материалисты Что я буду с этого иметь Какое, в чем мое благо В чем мой интерес И правопадов в комментарии пишет Что так рассуждают материалисты Потому что они в первую очередь думают именно о собственном интересе. И Арджуна здесь демонстрирует такое мирское мышление. И Прабхупада пишет также, что он называет его здесь Кришну Говиндой, потому что Говинда – это тот, кто дает радость чувствам, коровам тоже. Арджуну в данном случае не коровы интересовали, а чувства. Итак, каждый ищет в этом мире какого-то наслаждения. Прабхупада буквально в первой половине этого комментария к этому стиху объясняет, что это, с одной стороны, нормально, потому что живое существо по своей природе тянется к наслаждению. Ананда майя бьясат, оно ищет вот это наслаждение, эту радость. За это невозможно живое существо осудить. Но когда оно в состоянии невежества, устремляется не к источнику радости, не к Богу, а к его различным отражениям в форме каких-то разных материальных объектов или людей, или каких-то разных ситуаций, которые сулят нам какое-то наслаждение, какую-то выгоду, какое-то благо, вот это уже называется действие в состоянии иллюзии. И задача Кришны состояла в том, чтобы Арджуну из этой иллюзии вывести. И в этой иллюзии находится каждое живое существо, всем, всем и абсолютно в этом состоянии иллюзии. То есть иллюзия, самая главная ошибка состоит в том, что мы ищем счастье, что нормально само по себе, но в неестественной среде и в неестественной ситуации вот это является ненормальным. И поэтому и наша проблема, и проблема Арджуны, собственно говоря, заключалась в одном и том же. Как получить счастье, не вступая в противоречие с планами Бога? То есть обычно у каждого из нас какой-то свой план на счастье, что вот я сделаю так, 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 и будет мне счастье. Так мы мыслим обычно. То есть свои какие-то у нас планы и стратегии по достижению счастья. Но Ашила Парупада в комментарии ясно пишет, Говинда дает наслаждение чувствам, но не так, как мы думаем. Он говорит, не так вот, что я там заказал, хочу то, то, то и это самое получил. Он говорит, нет, в этом материальном мире все происходит по закону кармы, что заработал, то и получил. Но в высшем смысле слова, в духовном мире Кришна также удовлетворяет чувства преданных. Но Он делает это несколько иначе, не так, как мы здесь это делаем. То есть здесь мы думаем, что вот если я бы что-нибудь там загадал, да, и все мои материальные желания исполнились, я был бы счастлив. На какое-то время я, может быть, был бы чем-то доволен. А потом новые желания, новые желания, я опять уже недоволен тем, что есть нужно опять чего-то больше. Поэтому Парупада говорит, секрет счастья другой. Буквально в первой половине комментариев он объясняет, что если мы, вместо того, чтобы наслаждать свои собственные чувства, на своих понятиях, по своим правилам, если мы научимся действовать, удовлетворяя чувства Кришны, то в этом и будет наше удовлетворение. То есть вот в этом, собственно говоря, и состоит вся формула бхакти-йоги. И это довольно сложно понять и прочувствовать обусловленной душе, потому что так никто никогда не действует в материальном мире. Материальный мир – это место, где доминирует менталитет потребителя, мир потребления. И под влиянием гуны страсти желание потребления возрастает, возрастает все больше и больше. И поэтому здесь идут излишняя эксплуатация материальных ресурсов, разрушение земли, воздуха, воды, всей среды окружающей. А потом люди говорят, о, у нас тут глобальное потепление, что-то еще. Скоро тут затопят какие-то прибрежные районы или там еще какие-то вещи. Вот, то есть какие-то начинаются эти ураганы, необычные какие-то стихийные явления, которые вызваны нарушением всего этого климата. И поэтому люди сами вот таким вот неуемным способом пытаются наслаждать свои чувства, нарушая законы Бога. А потом говорят, что же делать? Теперь надо решать каким-то образом проблему. Вот сейчас уже практически никто не может просто пить воду, потому что ее нету. Нужны какие-то фильтры, обязательно очистные сооружения. Вот, как это так случилось, да? А случилось это таким образом, что люди сами отравили при помощи всей этой индустрии, химической промышленности, окружающую среду. И теперь у них реакция определенная. Они говорят, ну ничего, ладно, у нас есть фильтры, все хорошо, все замечательно. Проблему создали, проблему решили. А так, чтобы жить, не создавая проблем, такой концепции даже вообще у человека нет. Потому что в материальном мире это реально невозможно. Здесь все время, решая какую-то одну проблему, люди создают другую. Называется побочный эффект, как лекарство. Одну болезнь лечит и создает какие-то неблагоприятные обстоятельства для других органов или что-то еще. Выпили антибиотики, потом нужно пробиотики пить, восстанавливать всю эту микрофлору и так далее. Так весь материальный мир, понимаете? Хотите ездить быстро? Да, изобрели двигатель внутреннего сгорания, стали ездить быстро, машины. Вот теперь отравленный воздух. Что же делать? Как воздух очистить? Ну что ж, будем переходить на какие-нибудь электромобили. Потом выяснится, что у этих электромобилей тоже какие-то есть издержки. И так до бесконечности. То есть люди здесь... А так, чтобы просто сказать, а куда мы, собственно говоря, спеши? Может быть, нам не нужно так быстро ездить? Такая мысль в голову человеку не приходит. Может быть, нам не нужны такие большие города, может быть, какие-то поменьше населенные пункты. И, соответственно, нам не нужно так много транспорта и все прочее. Такая мысль не возникает в голове у человека, который поражен гуной страсти. Потому что гуна страсти обозначает, что нужно постоянно расширяться, расширяться, прогрессировать больше, 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 больше. И таким образом вся система выходит из равновесия. И потом она приходит в состояние какого-то кризиса. И люди говорят, ну вот, что же теперь делать? То есть это мышление человека, который не понимает, как быть счастливым, не нарушая законов Бога. Итак, фактически процесс Бхакти – это и есть тот самый рецепт, когда человек учится доставлять удовлетворение, удовольствие чувствам Бога. И таким образом его счастье зависит не от эксплуатации внешних ресурсов, не от приобретения каких-то внешних благ, а от отношений с Кришной. Вот что становится главным источником его счастья. То есть уже нет нужды совершать такое сильное насилие над природой и так сильно развивать вот это вот все какие-то внешние вещи, рынок и прочее, и прочее, и прочее, больше хороших товаров. То есть это чисто все продукты гуны страсти, вот такая цивилизация внешняя, искусственная, которая потом несет в себе вот эти вот какие-то целую лавину последствий, с которыми человек не знает, что делать. Итак, Бхакти-йога – это процесс, который одновременно решает как минимум две проблемы. Первое – это то, что он решает проблему удовлетворенности живого существа, то есть человек начинает становиться удовлетворенным именно отношениями с Богом. То есть его чувства и чувства Говинды связаны через процесс Бхакти. И поскольку Говинда – это источник счастья, то когда наши чувства связаны с источником счастья, они испытывают счастье. Но пока чувства не очищены, они не чувствительны Кришне. И это называется уровнем обусловленного преданного служения. Когда мы служим Кришне, но будучи обусловленными, пока мы еще не свободны от анард, мы уже контактируем с Кришной, с его святым именем, с его формой, с его качествами, с его деяниями. Но пока мы в обусловленном состоянии, мы не можем прочувствовать сладость всего этого. Поэтому мы играем в начальном этапе по правилам. Делай, 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 пока не очистишься и не почувствуешь это. Вот, собственно говоря, вся практика. Итак, первое благо, которое живое существо получает от Бхакти, это то, что оно переходит на другой источник счастья. Непосредственно, естественный, да, как в духовном мире. А вторая проблема, которую решает процесс преданного служения, это сохранение окружающей среды. Потому что человек из сферы экстенсивного развития, то есть развития вовне, переходит в сферу интенсивного развития, то есть развития внутрь. И окружающий мир, в общем-то, сохраняется. Потому что человеку теперь не нужно так много всего внешнего. Сейчас же, из-за того, что людям неизвестен этот процесс, неизвестен секрет счастья за счет отношений с Богом, они думают, что их счастье лежит во внешней среде. И поэтому нужно постоянно куда-то ехать, что-то там делать, какие-то новые вещи изобретать и так далее. То есть вот этот процесс экстенсивного развития, развития вширь, что неизбежно под влиянием гун и страсти приводит к определенным разрушениям окружающего мира. И потом мы говорим, да, этот город уже все, это просто какая-то клоака, это просто свалка, здесь невозможно. Поехали, переезжаем в деревню или еще что-нибудь, потом деревня превращается в город, потом уже всю планету загадили, говорят, ну все, теперь летим на Луну, на Марс, еще куда-нибудь. То есть вот это вот естественные последствия этой неразумной, неразумного образа жизни, который подразумевает это вот экстенсивное внешнее развитие, не зная о том, что ключ к решению всех проблем лежит внутри. То есть вот так вот внешние действия, люди что делают, они просто-напросто увеличивают свою карму, как сказано в шастрах. Кармана бадхете джантух, видяяя чавимучете, что вследствие вот этой вот деятельности увеличивается рабство живых существ, а вследствие развития высшего знания оно приходит к освобождению. То есть один тип деятельности, вот эта вот карма, которая включается под влиянием гун и страсти, активная кармическая деятельность, она приводит к увеличению рабства, а развитие духовного знания как раз этому рабству кладет конец. Вот люди говорят, ну ладно, ну знание, конечно, это хорошо, но большинство людей-то они не являются такими, знаете, философами. Вот все равно большая часть людей привлекается вот этой вот кармой, каким-то внешним образом действия. И поэтому Кришна в третьей главе Бхагавадгиты, в главе под названием «Карма-йога» говорит, что да, просто нужно научиться совершать деятельность, как яги. Он говорит, всякая деятельность должна совершаться в духе подношения Всевышнему. Как же это приношение Всевышнему? В противном случае она станет причиной рабства в этом мире. То есть он дает очень четкое утверждение. И потом в следующем стихе, уже 9 стих 3 главы, потом 10 он говорит, что «В начале творения Господь всех живых существ создал первое поколение людей и полубогов наряду с процессом яги, который предназначен для удовлетворения Вишны. И сказал им, будьте счастливы этой яге, ибо ее совершение дарует вам все необходимое для счастливой жизни и достижения освобождения». То есть смотрите, люди занимаются кармой для того, чтобы стать внешне счастливыми. А когда им все надоедает, они говорят, ну вот тогда теперь мы будем от деятельности отрекаться, в сторону гьяны пойдем. А процесс яги, он так устроен, что здесь два в одном. То есть получается, что если человек совершает свою деятельность как ритуал подношения Всевышнему, он и внешне активен, получает какие-то плоды, но при этом не сковывает себя кармой. Итак, смотрите, это очень важная характеристика Бхагавадгита 3.10, где Кришна говорит, что это ягия. Она дает человеку все необходимое для счастливой жизни и достижения освобождения. То есть две цели достигаются одновременно. Обычно, обычно кармическая деятельность, люди говорят, это вот то, что необходимо мне для того, чтобы исполнить мои материальные желания. А потом, когда я стану старым, я буду развивать знания, буду достигать освобождение. Вот, либо одно, либо другое, либо по очереди они говорят. Но в этом процессе яги как раз два в одном. Что человек может совершать свою деятельность, профессиональную, согласно гуна карми, согласно варнияшему, как подношение Всевышнему. И это исполнение дхармы дарует ему необходимую артху и необходимую каму, которые выросли из дхармы, которые не являются греховными. Которые являются той самой долей, как выше Панишат говорится, что Тенна тяк тена буджи дхам магриха хаси свит ганам. Что человек может получать то, что выделено им как его доля, да? И не посягать на остальное, хорошо зная, кому все принадлежит. Как мы узнаем, что такое наша доля, это то, что приходит к нам естественным образом в процессе исполнения нашей дхармы, наших предписанных обязанностей. И поэтому два таких понятия, как дхарма и яги, они очень тесно связаны. Потому что дхармой или обязанностью каждого человека является совершение той или иной яги. В зависимости от того, какая у него варна, какой у него ашим, какая у него природа. Говорится, что, допустим, для брахмачарии яги – это процесс слушания. А для грехастхи яги – это определенный контроль чувств, потому что грехастхам позволено определенное чувство наслаждения. Но в духе жертвоприношения, то есть понимание, что это тоже такой производительный ашрам, который производит детей, который производит какие-то определенные продукты, потому что грехастхи – это главная рабочая сила сама по себе. Но если все эти продукты, которые производят греха с хашем, являются подношением для Верховного, тогда это не является проблемой. Когда же все это без цели удовлетворить Верховную Личность Бога, тут уже включается карма, и тут уже, как говорится, извините, кармический маховик начинает раскручиваться, и люди получают то, что они заработали. Итак, эти стихи, которые мы сегодня прочитали, являются началом конца первой главы. И в этих стихах уже совершенно откровенно и очень эмоционально Арджуна излагает вот эту свою проблему, которую он потом сформулирует в форме окончательного вывода. Говинда, я не буду сражаться. Потому что вот эта вот битва, как ему кажется, она пришла в полное противоречие с его системой ценностей, и он не готов пожертвовать этими людьми, этими отношениями ради всех этих богатств, ради всей этой славы и так далее. Причем он прекрасно знает, что это может для него плохо кончиться, потому что если Арджуна проявляет некое благородство, то тот же Дурьотхана, скорее всего, благородство проявлять не будет, или будет только на словах, а в действительности использует любую возможность для того, чтобы как-то, так сказать, все это узурпировать и повернуть ситуацию в свою сторону, что он уже неоднократно делал. Вот, поэтому здесь Арджуна как такой, знаете, как мученик, как заложник ситуации выступает, что вот так оно сложилось, да, но я лучше умру, чем сам буду во всем этом участвовать. Такая у него позиция. То есть таким образом, рассуждая вроде бы правильно, красиво, благородно, не желая проливать кровь, Арджуна оказывается в тупике. Потому что если ты говоришь на основе знания, прекрасно, но знание не может завести нас в тупик, понимаете? Знание должно вывести нас из тупика. А тут получается, что Арджуна очень красиво, грамотно, благородно говорит, но результатом всех этих речей является то, что он оказывается в полном тупике. Молодой, активный, сильный, разумный человек вдруг оказался парализован вот этими какими-то эмоциональными состояниями, которые он сейчас высказывает через эти вот стихи. Вот, поэтому понадобилось вот это вот вливание со стороны Кришны, то есть его послания в форме Бхагавадгиты, все эти слова, которые расплели все вот эти вот какие-то противоречия, которые сложились в уме Арджуны. И все эти противоречия Кришна решил за счет того, что он перевел сознание Арджуны в другую плоскость. Потому что Арджуна мыслит категориями «либо действуй, либо отрекайся». По-другому он себя не представлял. Либо я ухожу с поля боя, и вот теперь я отреченный, я без царства, без всего, ладно, пусть я готов там жить в ссылке, в изгнании. Главное, что я не пролью эту кровь своих родственников. Это один вариант. Либо другой вариант. Я буду сражаться, всех тут поубиваю, потому что у меня небесное оружие, все эти дивья астры, и все, и стану главным победителем. Но как я с этим всем буду жить, потому что на мне будет лежать вот этот вот моральный груз за убийство всех моих родственников. Так мысль Арджуна, это называется двойственность, да? Двандвамоха, иллюзия двойственности, в которой находятся все живые существа. И Кришна, как Бхагаван, предлагает изящное решение. Он говорит, не надо отрекаться, не надо становиться просто каким-то мудрецом, и не нужно просто слепо рубиться ради каких-то материальных интересов. Он говорит, делай это как подношение мне. То есть ты будешь оставаться и внешне активным, то есть не уйдешь от своего долга, твоя природа будет реализована. При этом ты будешь действовать ради меня. Таким образом ты будешь свободен от кармы. Вот это вот и есть, собственно говоря, главное, основное решение Бхагавадгиты. Что с одной стороны Кришна провозгласил в третьей главе, что деятельность неизбежна для всех живых существ. Он говорит, что каждое живое существо в этом мире не может удержаться деятельности даже на мгновение. Душа активна, поэтому все что-то делают, либо на физическом, либо на ментальном уровне. С другой стороны, он говорит, что карма связывает всех живых, все живые существа, если они действуют ради себя. Поэтому просто прекратить деятельность – это не решение. В этом известном четвертом стихе Третьего Бхагавадгиты он говорит, что одним прекращением деятельности невозможно освободиться от кармы, и одним отречением невозможно обрести освобождение. То есть он уже предвосхитил все эти аргументы, мысли, Арджуны, то есть показал ему, что это не вариант, это не вариант. Что же вариант? Вариант – это Бхакти, когда ты сохраняешь свою активность, но при этом действуешь, как он говорит, «Таткуруша мадарпа нам, делай это как подношение мне». Это принцип яги, который постепенно задействует наши чувства. И вся сложность состоит в том, что если бы просто было, так вот раз я наслаждаю свои чувства и чувствую там, ну, какое-то наслаждение есть, а в глубине пустота, переключился на другой режим, удовлетворяю чувства Кришны и мгновенно получаю вкус. Если бы это так вот получилось, то в принципе легко. Каждый бы провел эксперимент, сказал бы, что да. Но проблема состоит в том, что Кришна трансцендентен, трансцендентен, а наши чувства обусловлены. То есть наша способность ощущать Бога сейчас очень-очень ограничена. И поэтому мы занимаемся преданным служением, но в обусловленном состоянии. Какие-то проблески иногда приходят, вот какого-то вкуса, такие капельки, такие сэмплы, образцы Кришна показывает, что вы на верном пути. Но это все нестабильно, потому что человек является каништхой, то есть он не твердым. А не твердый он почему? Потому что в сердце его идет определенная борьба, так как у него кроме духовных устремлений есть еще и материальные желания. Иногда эти материальные желания побеждают, и он идет у них на поводу, и опять забывает, что он преданный. Потом говорит, что же ты, я творю, опять становится на путь бхакти, потом опять. То есть пока человек пребывает в состоянии каништхи, не твердого, из-за присутствия анардх, вот эта концепция бхакти, что удовлетворяет чувство Кришны и станешь сам счастливым, она остается для него пока теорией, теорией с какими-то маленькими иногда проблесками. И для того, чтобы она перешла в сферу вегианы, реализованного опыта, и чтобы человек утвердился на этом, требуется время, кому больше, кому меньше, для того, чтобы от этих анардх избавиться, и чтобы трансцендентного Кришну, трансцендентную реальность, мы пережили трансцендентными чувствами. Вот в этом, собственно говоря, и состоит вся технология. Вот, и поэтому, естественно, что требуется время, терпение и так далее. И поэтому в самом начале нектара наставлений, Рупа голосами говорит, уцахан, нишчая, дхарья, татат, харма, правар, танат, вот и так далее, то есть, что человек должен действовать с энтузиазмом, значит, с терпением, следовать всем вот этим вот правилам и так далее. Вот, и тогда с течением времени эти чувства очистятся, и этот опыт, опыт переживания трансцендентного, так называемого, брахма, спарша, почувствовать духовную природу, он уже становится непосредственно опытом живого существа, то есть, переходит в сферу вигьяны, то есть, этого личного непосредственного опыта живого существа. Вот с таким вот пониманием мы должны стараться выполнять свое служение, процесс очищения. Харе Кришна! Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Есть, сейчас я смотрю в чате, какой-то длинный вопрос. Валя Грищенко. Есть ли настроение Арджуны у меня по отношению к святому имени? Как наслаждать чувство Кришны во время воспевания? Не совсем понятно, что значит настроение Арджуны по отношению к святому имени. Ну ладно, я отвечу на вторую половину вопроса, которая более понятна. Не убегайте, пожалуйста, я не убегаю никуда. Когда мы говорим Кришна, имя, это нравится Радхе. Когда мы говорим Харе, это Радха, это нравится Кришне. То есть, фактически, нам нравится повторять имена тех, кого мы любим. Потому что, как только я произношу имя человека, которого я люблю, у меня сразу возникает перед глазами, перед внутренним взором его облик, его качество, какие-то, может быть, наши совместные деяния, времяпрепровождение и так далее. То есть, включается процесс имя Намарупа Гуналила. Хотя новичкам, говорится, рекомендуется на начальном этапе просто слушать имя. Но неизбежно ум наш не может быть пустым. И когда мы слышим имя, опять же, из какого-нибудь своего друга, хочешь не хочешь, мы представляем себе его образ, его качество, его деяние. Поэтому, без сомнения, акцент основной идет на слушание святого имени. Но чем более внимательно мы это делаем, тем естественнее начинаются вот эти вот мысли о Кришне и форме, как о его качествах и деяниях. И способ удовлетворять чувства Кришны во время воспевания, это вот, как я уже сказал, то есть, эта мантра, она охватывает собой оба аспекта Абсолюта. Радху и Кришну. То есть, Шакти, его Шакти и Шактиман, источник его энергии. Так, произнося имена Радхи и Хоре, мы доставляем радость Кришне, произнося имена Кришны, Кришна и Рама, мы доставляем удовольствие Радхарани. То есть, это живой процесс сам по себе. И вся наша практика, она основана на понимании, что это имя неотлично от того, кого оно представляет. Если мы вспомним известный стих из Падмапураны, «Нама чинтама не Кришна, чайтане раса виграха, не темукта пурнашутха биннатвам наманаминох», что это имя, оно полно расы, оно чисто, оно всегда свободно, всяко разные материальные скверны, оно неотлично от того, кого оно обозначает. То есть, вот это понимание должно сделать нас, по идее, внимательными во время процесса. То есть, мы не просто какую-то вибрацию, мантру отчитываем и так далее, а это процесс живого контакта с Богом. Вот это понимание в себе необходимо постоянно обновлять. И если мы с таким пониманием повторяем Харе Кришна мантры, тогда она никогда не будет рутинной. Если она не будет рутинной, она не будет невнимательной. Потому что невнимательная она почему? Потому что она рутинная. Рутина никому не интересна. И это как, знаете, охранники бедные. Мне всегда очень жалко охранников, которые сидят где-нибудь в каком-нибудь заведении, и кроссворды решают, газеты читают. Потому что у них такая работа скучная сама по себе. То есть, 99% времени они ничего не делают, просто дурака валяют. Но с другой стороны, нельзя отвлекаться, поэтому они уже как-то так вот. Они заняты какой-то деятельностью, абсолютно рутинной, абсолютно скучной. И поэтому они для ума придумывают себе какое-нибудь другое занятие. Точно так же, если процесс воспевания превращается в рутинный, в механистический, то есть, мы перестаем понимать его живость, его значимость, то вполне естественно, человек думает, ум думает, чем бы заняться тогда. Поскольку это же неинтересно, просто три слова, Харе Кришна и Рама повторять два часа. Ну, кому это нужно? Это просто издевательство какое-то, думает ум. Потому что ум же не помнит о природе святого имени. Ум помнит о тех вещах, которые наставляют ему наслаждение. Он вспоминает, где я вчера был, что я ел, с кем я общался, что я смотрел, слушал. То есть, все то, что доставляло наслаждение, вот о чем думает ум. И поэтому вполне естественно, что если процесс воспевания становится рутинным, рутинным обозначает неинтересным, автоматически человек становится невнимательным, он начинает искать какие-то другие развлечения для себя во время этого воспевания. компьютер, что-то там еще, что-то там разглядывать, и как-то одной рукой делаешь то, другое это. Вот надо же быстрее эту мантру прочитать, правильно? То есть, тогда в процессе этого механистического, рутинного, неинтересного воспевания становится все невнимательным. И как мы знаем, невнимательность включает все остальные оскорбления. И таким образом мы, в общем, не то что отбрасываем себя назад, но очень сильно тормозим, скажем так. Поэтому, раз уж мы взялись за это дело, за воспевание, то лучше всего делать его качественно. То есть, эти два часа мы должны хотя бы стараться. Вот понятно, что об условленной душе это не сильно так успешно получается, но у нас нет никакого другого способа, как просто стараться. То есть, это наша сторона, наша, вернее, доля ответственности, это наша дхарма. Остальное называется милостью Кришны, которая приходит с той стороны. И тем более вероятно, эта милость Кришны с той стороны придет, чем больше усилий я вложу. Мы понимаем, двусторонний процесс, наши усилия и его милость. Но надеяться на милость, не прилагая усилия, это по меньшей мере наивно. Вот поэтому, те два часа, которые мы проводим в этом воспевании, нужно стараться это делать с максимальным вниманием, с максимальной преданностью, с максимальным пониманием того, что мы сейчас делаем. Что имя не отлично от Кришны. И чем более бережно, чем с большей преданностью мы повторяем его, тем лучше. Буквально вчера у нас на занятиях университета Бактивиданта Бхакти Читания с вами давал вчера свою лекцию, презентацию, и он включил маленький фрагментик Шрилы Праупада, буквально там полторы минуты, где Праупада объясняет, как нужно повторять святое имя и как не нужно повторять святое имя. Он говорит, прити, нужно сприти, с любовью повторять святое имя, а не так, вот так не надо повторять святое имя. Он говорит, в таком повторении нет никакой любви. Он говорит, притти пурвакам, мы должны повторять его с любовью. Вот это вот Бхагавадгита, 10 глава, 10 стих, где Кришна говорит, Тишам сатата югтанам баджатам притти пурвакам, дадами будхи йогамтам энамаму паянтите. Он говорит, тому, кто с любовью и преданностью занимается служением мне, я даю разум или такое понимание, при помощи которого человек приходит ко мне. И какое наше самое главное служение? Воспевание. Все остальные формы служения, они нужны только для того, чтобы создать условия для воспевания. Вот и все. Поэтому для нас вот это вот притти пурвакам или с любовью преданное служение, это в первую очередь с любовью повторение. Вот это наша попытка, понимаете? Это наша попытка полюбить Кришну. А его за что любить, для того, чтобы понять? Для этого нужно шастры читать. Чтобы мы понимали, с кем мы имеем дело. Что шастры описывают, что, опять же, имена, формы, качества, деяния удивительные Кришны. То есть тогда мы начнем понимать, что за этим именем стоит вот это вот все удивительное, что из Кришны исходит. Ну вот мой вариант ответа. Так, не очень удобно этот чат смотреть. Александр. Первое. Может ли реальная ягия преданных в кавычках стать результатом технического, технологического прогресса? Должна ли она, ягия, такой быть или стать? Я бы сказал, что какие-то материальные блага, которые приходят в процессе преданного служения, являются просто побочным эффектом. Потому что Лакшми, богиня процветания, какие-то материальные блага, удобства и так далее, они приходят тогда, когда приходит Кришна. Бывают редкие обстоятельства, когда на время Кришна может у преданного все отобрать, но потом он дает еще больше. Как мы знаем в случае с Шилой Прабхупадой, да, произошло. Бизнес его рухнул, семья его вся рухнула, но потом у него появилась другая семья и другой бизнес, куда лучше, куда прибыльнее. Вот, ну, в хорошем смысле слова. Вот, поэтому иногда на время какие-то могут быть вот такие катаклизмы, которые не оставляют у преданного никакого другого убежища, кроме Кришны. Но в целом некое процветание или какой-то прогресс, чисто в материальном плане, это естественный сопровождающий фактор. Букти и мукти, они всегда идут за бактин. То есть, букти и мукти, в смысле, ну, что возможности материальные и освобождение, они как вот, как пажи, которые несут, если бакти – это принцесса, она идет, и вот эти вот два пажа за ней идут и несут эти вот ее там фату или края платья, не знаю что. Вот, то есть, они всегда следуют. Бакти – это госпожа, а букти и мукти – это слуги. И все люди хотят букти – наслаждение, ну, или в конце концов мукти – все, потому что надоело до чертиков. Вот, но эти два элемента, они входят в бхакти. Поэтому мы видим, что если люди действительно погружены в процесс бакти, у них, как правило, нет недостатка ни в чем. Если преданные какие-то прям вообще-таки сильно там в чем-то там нуждающиеся и так далее, прям хронически у них вообще ничего нет, но это обозначает, что они не исполняют свою дхарму. Потому что Шила Прабхупада говорит, что лакшми или определенный какой-то успех, какие-то возможности, естественным образом сопровождают бхакти. И он своим примером это все продемонстрировал. То есть, он, по меньшей мере, в те времена, когда Прабхупада был на земле, он был очень преуспевающим обществом, потому что все были очень сильно вдохновлены, следовали за Прабхупадой, и происходили реальные чудеса. То есть, это все работает. Еще, вот Александр, я не знаю, тот Александр задавал вопрос или другой Александр, вот висит ваша рука. Пожалуйста, если это были не вы, то спрашивайте вы теперь. Вопрос о механичности. Я такое, у меня понимание, не знаю, правильно или нет, что пока нет понимания Кришны, ну, как бы, нет знаний. То есть, пока я его не знаю. Я, как бы, делаю немножко, ну, как искусственно. Вот написано или сказано, вот так можно делать. Надо джапу считать, как вы говорите, с любовью. Вот я могу по отношению к тому, кого я знаю, как-то, как-то говорить, с любовью или, там, с ненавистью как-то, но у меня какое-то знание этого есть, личности там. А когда оно такое вот, просто на уровне, как бы, ума и информации, то вот поэтому такое, как бы, и отношение, и механичный такой процесс, то есть, вот у меня такое понимание. И как вот из этого замкнутого круга выйти? С одной стороны, такая джапа или такое вот служение, оно, ну, как бы, не приносит радости Кришне, потому что оно не на него направлено, а как-то вот, я не знаю, как. То есть, просто процесс ради процесса. Здесь, здесь нет никакого замкнутого круга, это просто определенный этап. Это просто определенный этап. И издержки этого этапа мы знаем. То есть, есть же люди, которые мудро все описали. Допустим, Мишанадхича Каврати Дхакур в своей книге Мадхурия Кадамбини, он описал духовную жизнь неофита. И все возможные какие-то ловушки или трудности, с которыми новичок сталкивается. То есть, это не есть какая-то прямо наша эксклюзивная особенность. Все эти вещи, они уже давно были и давно описаны. Понимаете? Поэтому это не замкнутый круг. Замкнутый круг это круг, из которого нет выхода. Это просто этап определенный. И если у нас есть вот это вот Эт Уцаган вдохновение и Нишчаяд Гарьяд терпение и постоянство, тогда мы переходим постепенно на другой этап. Понимаете? Потому что все-таки духовная энергия сильнее материальной энергии. единственное условие, чтобы она полностью действовала, это не совершать оскорблений Святого Имени. По меньшей мере стараться не совершать. По меньшей мере стараться не совершать. Вот и все. То есть, это не замкнутый круг. Это просто этап. В процессе этого этапа как бы, ну, можно же какую-то обратную связь, как вы говорили, по чуть-чуть получать и тогда это знание будет расстрелаться, да? Без сомнения, потому что Кришна говорит Сусукхам Картум Авьяям. Это процесс радостный. И постижение его радостно. Вот. И какая-то радость есть у преданных. Пока это, может быть, это не уровень премы, и может быть, даже не уровень ручи. Но когда что-то новое, какое-то понимание к нам приходит, какой-то опыт, это же дает радость душе, правильно? Поэтому здесь нужно прочувствовать, что такое вкус духовной природы. И у каждого преданного, хоть маломальский какой-то опыт есть этого, что такое вкус духовной природы. То есть, счастье, которое приходит не из материальных источников, не от соприкосновения чувств с объектами, а изнутри, потому что какими-то своими действиями, словами или мыслями мы доставили радость Кришне. И эта вот радость, это и есть ответ от Него. Это и есть ответ от Него, что все правильно. Поэтому такой опыт, хотя бы в какой-то небольшой степени, есть у каждого преданного, иначе нет причины оставаться в этом процессе. Понимаете? Нас здесь держит не просто какая-то слепая вера во что-то. У каждого преданного есть какой-то опыт, какая-то реализация. У каждого абсолютно свое что-то есть. В какой-то сфере Кришна проявил этот вкус, что дало преданному опыт того, что духовная энергия реально существует. Через нее реально доступно другое счастье. Но вполне естественно, что здесь нужно понимать правильно эти вещи, не ждать каких-то может быть чудес на начальном этапе, но оставаться в режиме ожидания. Понимаете? В режиме ожидания и правильных усилий. То есть надо понять особенное, что в Кали-югу никто быстро не прогрессирует. манда суманда маттайо манда бхаги. То есть говорится, что аманда обозначает ленивый, медленный. В Кали-югу манда бхаги. Бхаги означает удача. То есть удача ленивая, она медленно приходит в Кали-югу. Понимаете? И поэтому мы не наблюдаем быстрого прогресса в Кали-югу. В Кали-югу практически все прогрессируют медленно. Потому что мы медлительные, мы туповатые. И вот в таком же примерно темпе к нам и удача приходит. Это просто особенность эпохи такая. Это как вот знаете, это индийская почта. В прошлом году был такой опыт. мне послали бандероль из Майапура в каком-то в ноябре в ноябре двадцатого года. И она пришла ко мне в Владивосток только в феврале двадцать первого. Четыре месяца шла. То есть в принципе пешком можно было за это время дойти и донести. Даже быстрее можно было дойти. Понимаете? Вот просто такая особенность. Если вы связались с индийской почтой, вот так вот все будет. Понимаете? И когда я следил по этому трек-номеру как она там шла эта посылка это был какой-то абсолютно причудливый невероятный рисунок. Неужели так нельзя попроще? А вот такие особенности. Понимаете? Поэтому Кальюга это эпоха такая. Так еще тут вопросы были два. Второй вопрос. Невозможно адекватно воспринимать воспринимать пять стрел дурьотханы хотел спрятать но пришел Арджуна и сказал он в курсе так что гони стрелы как серьезно начать воспринимать. А в чем собственно говоря проблема? Здесь же дело не в дурьотхане и не в Арджуне а дело в Кришне который защищает своего преданного. никто этого диалога между Арджуной и Бишмадевой не слышал но Кришна слышал вот и все а Кришна друг Арджуны друзья помогают друг другу в чем проблема если вы осознаете положение Кришны что он свидетель он об этом прямо говорит 9 глава 18 стих Агам Сакши я свидетель всех событий понимаете то есть от его взгляда не укрывается ничто если вы понимаете положение Кришны то в чем сложность все вещи далее третий вопрос ум вспоминает или обретает вкус ум вспоминает или обретает вкус к воспеванию святого имени он его не может вспомнить потому что его не было раньше ум это материальная субстанция это как как это сказать программное обеспечение через которое душа пользователь пользуется этим вот материальным телом поэтому ум очищается просто ум просто очищается и когда он очищается от чего он очищается от анартха анартхи это что такое анартхи это как раз те самые нечистоты которые не позволяют этот вкус почувствовать то есть когда этот вкус он смешан с какими-то этими материальными примесями фактически мы его не можем почувствовать если эти примеси устранены при помощи технологии бакти все теперь чистый вкус поэтому ум не вспоминает он просто очищается он очищается и вкус чувствует не ум а вкус чувствует душа ум просто когда он чистый выступает в роли проводника а когда он грязный он выступает в роли изолятора понимаете вопрос можно ли вегьяной назвать осознание или это другое явление осознание и опыт личный опыт личный опыт то есть когда вещи которые вы как-то ну просто теоретически знали вы прочувствовали ну допустим вы записали где-то вы были в гостях какое-то вам понравилось блюдо вы говорите напишите мне рецепт вот вам хозяйка записывает этот рецепт потом вы приходите домой и по этому рецепту готовите и получаете то же самое это называется вегьяна то есть пока это все у вас был просто рецепт на бумажке или там в уме вы думали ага так сделаю так сделаю так это все гьяна просто знание да но когда вы один раз прошли практически через процесс и получили это вегьяна вот и так в любой сфере то есть пока вы еще практически не побывали в каком-то деле да например ну как научиться плавать как научиться ездить на велосипеде допустим можете посмотреть какой-нибудь ролик в интернете теоретически как это нужно делать ага так так и так да только когда вы окажетесь в воде или сядете на велосипед и вот реально поедете или поплывете тогда у вас появится вегьяна опыт понимаете то есть я просто помню в детстве ну когда еще там не умел плавать на начальном этапе меня мать отвела в бассейн и там занятия были в два этапа первый этап назывался у нас зал сухого плавания то есть это был не бассейн а там просто была какая-то разминка упражнения нам объясняли теорию там и так далее что типа не бойтесь все хорошо там вы не утонете это был зал сухого плавания сухое плавание это вообще нонсенс понимаете да потому что никакого сухого плавания быть не может плавание оно по умолчанию мокрое но вот так назывался зал сухого плавания это теория была наша гьяна а потом значит мы уже спускаемся в бассейн и нам дают эти все как они доски ну из этого пенопласта до которой не тонет вот мы за них держимся и я держусь всего как бы так вот у него как бы так грудь немножко ложись на эту доску держусь за нее чтобы все вода не попала в рот вот я она у меня значит на груди голова вот я плыву ногами там дрыгаю все у меня появилась какая-то вегьяна я чувствую что страха нет все нормально я здесь не тону процесс работает я повторяю движение которое делал в зале сухого плавания а потом когда страх пропал я теперь уже тупинопластовую доску в сторону теперь уже плыву понимаете потому что плавающий человек от неплавающего ничем не отличается это тот же самый человек просто у одного есть страх и неуверенность а у другого страха нет а уверенность есть вот все понимаете вот таким образом его вот это вот сухое плавание гьяна переходит в сферу уже реального практического плавания вегьяны ну вот список вопросов вроде бы все весь из того что я увидел а вот еще я вижу Григорий держит руку давайте Григорию слово дадим он давно руку держит спасибо Хари Кришна вы предали вопрос такой вот в начале лекции вы говорили что Арджуна сказал ему ничего не надо вот и также наши преданные мы в искон попадаем под шквал лекций где говорится что преданному ничего не надо что может делать преданных апотечными у них может пропадать боли в жизни что не нравится как обществу так и лидерам которые потом говорят хватит зарабатывать и пытаться и ленивых не будем называть кого хватит зарабатывать что не понял ну репутацию ленивых хватит зарабатывать репутацию ленивых не будем называть кого вот и есть с этим такой вопрос как-то можно защитить преданных чтобы они не становились апотечными и теряли волю в жизни или это такой естественный процесс сначала деморализуется речь в него убивается все из-под ног а потом говорят так а теперь у тебя есть свой долг или это неправильная изначальная подача хороший вопрос фундаментальный да то что многие преданные теряют свою такую социальную функциональность эффективность вследствие такой очень специфической проповеди да что мы не привязаны к плодам на них ничего не нужно это все моя иллюзия да хороший хороший термин как вы сказали деморализуют то есть можно сказать точнее демотивируют то есть лишают мотива человека демотивация и потом когда человек стал таким апатичным ему ничего не нужно да теперь ему говорят ну давайте же там что-нибудь там распространять книги там что-то еще а у него уже энтузиазм я согласен с тем что видите ли не то чтобы эта проповедь неправильная она правильная сама по себе но проповедь должна учитывать квалификацию человека и поэтому мы видим что в Бхагавадгите Кришна говорит Арджуне что он там говорит там вот медитация там значит знания и так далее все хорошо он говорит но лучше деятельность беспривязанности деятельность но беспривязанности вот то есть вот это вот нишкама карма йога я бы сказал что вот это все-таки начальный вариант с которого следует начинать большинству людей а не сарва дгарман паритя джа правопада конечно это самый цитируемый стих оставь все дгармы и просто предайся мне правопада его чаще всего собственно говоря цитировал но у него не было другого варианта понимаете ему нужна была армия людей свободных которые не совмещают преданное служение с чем-то а которые занимаются только преданным служением он понимал что мало времени нужно сделать огромную невероятную работу поэтому ему нужно было куча людей которые все бросят ради этой миссии и хотя из них большинство большинство не знаю сколько но больше 50% точно вернулись потом все-таки к какому-то совмещению материальной деятельности преданным служением хотя бы на то время пока правопада был здесь они хоть на эти там 10-11 лет они полностью предались понимаете вот это была просто абсолютно необходимость миссии иначе если бы этого все не было этот вот задел который если бы это не было то сейчас много чего бы не было вот поэтому то что сарвадгарван парития джа это был самый цитируемый стих правопады это было требование времени вот но времена меняется стих не потерял своей актуальности но мы видим как изменилась жизнь как изменились люди во многом уже нет того вот этого духа какой-то контр культуры всего этого бесшабашного все оставь и просто предайся большая часть людей хочешь не хочешь совмещают духовную жизнь материальную поэтому я бы сказал что более ответственная проповедь на данном современном этапе это проповедь которая не деморализует не не демотивирует человека заниматься деятельностью какой-то а связывает преданное служение с этой деятельностью то есть два в одном опять же принцип яги деятельность посвященная кришне которая с одной стороны дает все необходимое для счастливой жизни и достижения освобождения вот это вот мне кажется на нынешнем этапе более оплодотворная что ли тема для проповеди нежели оставь все и предайся мне потому что этот вот принцип оставь все предайся мне процентов 90 в любом случае понимает неправильно по моему опыту вот то есть это действительно превращает людей преданных часто таких вот каких-то лентяев абсолютно не мотивированных ничем которые живут по какому-то минимуму и у них нет ни духовного успеха не материальность они вообще какие-то действительно маргиналы были бы хоть в чем-то успешны а так видно что ни в том не в том и в духовность ни в какого-то успеха и в материале возникает вопрос а что это вообще это о чем это что к чему когда человек просто выключен со всех сторон поэтому я думаю что более правильный вариант это брать энтузиазм человека у него есть энтузиазм какой-то деятельности какая-то природа какие-то планы и так далее, и говорить, свежее то с Кришной. Это чуть-чуть, конечно, напрягает мозги. Вот многие преданные почему-то не любят думать, они привыкли какие-то просто догмы готовые принимать, а вот чуть-чуть подумать и найти способ, как связать свою конкретную природу с Кришной, это часто их ставит в тупик, они не понимают. Но тем не менее, если мы попросим Кришну, Кришна поможет нам понять эти вещи, и он найдет каждому из нас какое-то место. Это все реально возможно. Поэтому я думаю, что вот в этой сфере лежит ответ на этот вопрос практически. Спасибо большое. Вы только что повторили слова Прабхупады, который в лекции Богат Бита 3.1 сказал, что наша цель не отречение, а связывание, собственно, скажите, Бахтайна, направились. Какой-то вопрос обсуждает или записывает GBC такие нужные и правильные темы в пятую колонну или оппозицию? Причем здесь пятая колонна и оппозиция? Это слова Кришны в Бхагавадгите. Мы к Бхагавадгите новых стихов не дописываем. Все, что я сказал, это все ссылка на писание. В частности, сегодня я большей частью цитировал третью главу Бхагавадгиты. Какая здесь оппозиция? То есть Прабхупада сам эти вещи говорит. Это не мной придуманные вещи. Это его комментарии, слова Кришны. Другое дело, что мы можем не обращать внимания на слова Кришны. И иногда приходит время на эти слова внимания обратить. И причем здесь оппозиция. То, что с течением времени какие-то акценты могут меняться, но это только слепой не заметит. Время же меняется, люди меняются, обстоятельства меняются. Вот и поэтому акценты тоже могут меняться. Почему нет? Кришна же сам меняет акценты. То он говорит о том, потом о другом, о третьем. То есть сколько тем сменяется в Бхагавадгите. Да это не что, но как разные акценты. И каждый из этих акцентов преследует какую-то определенную свою цель. Понимаете? Поэтому цели могут меняться с течением времени. И соответственно акценты. И соответственно мы находим какие-то новые и новые утверждения из шастер, которые подтверждают эту позицию. Понимаете? Когда вот этот вопрос про женщин Дикшагуру встал, бог мой, откуда-то там появились какие-то цитаты, какие-то писания, которых мы сроду не слышали. Или какая-то Барадваджа, Самхита, откуда ее там из, не знаю, на Солина достали. Никто никогда про нее ничего не знал, не слышал. А вот там сказано то, здесь сказано это. То есть когда есть какая-то определенная цель, то люди под эту цель находят цитаты. Понимаете? Потому что встал вопрос. Вопрос стоит жестко, ребром, да? Быть или не быть. Вот и какие-то люди говорят, вот за, вот против и так далее. То есть какие-то ресурсы находим шастер. Мы говорим, вот мы нашли, да? Какое-то утверждение шастер. Пожалуйста. То же самое в шастерах есть решение всех проблем. Всех проблем. Сейчас вам нужна армия освобожденных людей, которые ничем не будут заниматься только распознаванием Кришны. Все. Ваш главный стих – Сарват Гарман Парития Джа. Если вам сейчас нужны активные люди, которые совмещают то и другое, то этим стихом вы не решите проблем. Вам нужно искать другие стихи и на них делать акценты. Понимаете? Вы будете искать вот это вот Бхагавадгита 3.9, 3.10, что всякая деятельность должна совершаться, как жертвоприношение Кришне, иначе она свяжет людей узами кармы и так далее. Понимаете? И что яги – это универсальный способ, дающий все необходимое для счастливой жизни, достижения освобождения. Вы в этом будете искать ответ решения. Понимаете? И между этими стихами нет противоречий, потому что они просто предназначены для разных этапов развития. Вот и все. Так, у нас уже час, мы уже много говорим, Саша, еще какой-то вопрос у вас, рука поднята? Или вы забыли опустить? Да, я хотел спросить. Вот, Бхагавадгита, 3.10, глава 25, величие предного служения. Здесь Дабахути говорит, «Ибо, мой Господь, ненасытные желания материальных чувств мучили меня, ибо они повинны в том, что я оказалась в течение невидимой». И в комментариях прокупада пишет, что до тех пор, пока человек не пресыкится материальным наслаждением, он будет лишен возможности услышать трансцендентное наставление духовного учителя, такого, как копило. И вот вопрос. Получается, что пока не будет вот этого пресыщения, или вот это, как бы, как у Арджуны, вот такого состояния, кризиса, но до тех пор и нет смысла вот обращения к духовному учителю. То есть, это будет просто, как бы, ну, механическая какая-то традиция, ну, то есть, надо и надо. То есть, должно быть и снизу, ну, как бы, со стороны кандидата в ученики, с него должно быть какое-то вот такое искреннее желание предаться, то есть, ну, какой-то вот кризис должен быть, или что. То есть, вот, у меня вот такой вопрос. Это должно быть потребностью. То есть, допустим, есть пища, есть пища, есть потребность пищи, чувство голода. Пока у вас нет чувства голода, вы смотрите на пищу, и никаких у вас особенных мыслей нет. Но как только у вас появилось чувство голода, вы смотрите на пищу, у вас сразу появится желание ее съесть, правильно? Потому что вы понимаете, пища решит ваш вопрос, вашу проблему. Точно так же, никто не меняет принципа, что невозможно прийти к Богу без помощи духовного учителя. Это принцип. Но человек должен для этого созреть. Но издержки, издержки любой системы состоят в том, что людей немножко давят на людей. Ты должен принять духовного учителя. И вопрос не обсуждается, должен. Вопрос только в том, когда. то есть вопрос, дозрел или не дозрел. Потому что, если человек сделает это формально, то формальные отношения с духовным учителем никакого блага не принесут абсолютно. Мы являемся светелем этого, когда многие люди приняли духовного учителя формально, отношений нет. Фиктивный брак. Какой смысл от фиктивного брака? Никакого смысла. Те же люди, которые имеют сильную нужду в духовном знании и понимают принцип служения, связывают себя с духовным учителем. Этими узами служения они имеют нужный результат. Понимаете? Поэтому мы не обсуждаем сам принцип прими духовного учителя. Но деталь состоит в том, когда. Когда у человека эта потребность. Понимаете, то, что нужно есть, не обсуждается. Все должны есть. Но также мы говорим, что нужно есть тогда, когда есть аппетит, голод. Иначе какой смысл пихать в себя пищу, если ты не хочешь есть? Она не переварится. Понимаете, от этого. Поэтому совершенно очевидно, что человек должен дозреть. И каждый зреет в свое время. Но проблема, которую вы затронули, это уже не духовная проблема, а организационная проблема. Потому что любая система, она хочешь, не хочешь, давит на адептов. Она не может не давить. Понимаете? Она будет давить. Это ее издержки. Но это не обозначает, что у нас не должно быть разума. нет, я не про то наслаждаются. А у кого-то она есть, и он теперь будет кувыргаться здесь до последнего? Дело не в этом. Вы немножко путаете разные вещи. Да, до тех пор, пока человек не присытился материальными наслаждениями, он не будет искренне задавать вопросов о духовной жизни. Это тоже принцип, который излагает также кто там Махарадж Яяти в девятой песне Шимат Багават если я не ошибаюсь, девятая песня, глава 18, текст или сороковой, или сорок первый, где он говорит, что да, пока человек не прошел эти вот все материальные наслаждения, он не будет готов от них отказаться. Мы это не оспариваем. Но мы говорим о том, что это не обозначает, что теперь все должны кинуться в это чувственное наслаждение и пока мы в нем не исчерпаемся, мы к Кришне не придем. Отсюда не такой вывод следует. Это будет примитивный вывод человека, неправильный. А правильный вывод состоит в том, что мы занимаемся преданным служением, мы занимаемся преданным служением, но благодаря этому преданному служению мы очищаемся и зарабатываем в хорошем смысле слова бхакти-сукрити. Но параллельно у человека могут быть материальные программы, связанные с какими-то его материальными желаниями и так далее. То есть мы сейчас не говорим о том, что ладно, я пока не дозрел до бхакти, пойду-ка я наслаждать свои чувства, и вот когда мне все это точно наскучит, осочертеет, тогда я буду заниматься бхакти. Нет, 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 речь вообще не об этом идет. Ведическая культура обозначает, что человек занимается бхакти, но если он недостаточно зрел, у него есть еще возможность удовлетворить свои чувства. Вот эта история, как раз вы же привели пример из третьей песни, да, о Кардамамуне и Девахуте. Пожалуйста, вот вам Кардамамуне и Девахуте, великие преданные, все, они там сначала совершали какие-то аскезы и так далее, потом Девахуте говорит, вот, хочу, да, Кардамамуне понимает, время пришло, все, окей, аскеза по боку, летающие, значит, корабли, они там многие-многие-многие годы наслаждались, это не какой-то там, как это, как это, медовый месяц, да, у них там были медовые годы или не знаю, что, сколько, то есть они много-много лет наслаждались всеми этими вещами, вот, и потом, в конце концов, значит, опять они вернулись к этой грехасхадгарме, значит, родили детей, и Кардамамуне ушел, Девахуте осталось со своим сыном копилой, да, теперь нас дают вопрос, то есть мы видим, что их чувственное наслаждение не было чем-то таким вот, что оторвано от Дхармы, это вот Чатурварга, или, то есть Дхарма, Ардха, Кама, Мокша, это комплект, понимаете, это комплект, здесь не должны быть какие-то вот эти вот элементы по отдельности, все, значит, по боку Дхарму, по боку Мокшу, я пошел во все тяжкие наслаждать свою Каму, так рассуждает человек Калиюги, да, но человек в ведических времен, у него есть Кама, желание материальных наслаждения, но эта Кама является частью контекста, понимаете, она вне отрыве от Дхармы и Мокши, то есть, поэтому она занимает какую-то часть в жизни человека какое-то время, и потом человек возвращается к всем этим вещам, эти примеры мы видим вновь и вновь, на примере прохлады, Друва Махараджи, там, того же Читракету, вот этих вот, этого Кардама, то есть, сколько угодно мы видим, что это происходило так, понимаете, и только слепой этого не видит, понимаете, что вот там достиг своего успеха в раннем возрасте, прохлад, грубо там и так далее, потом они вернулись к этой материальной, или про Четы, да, вот, и они побрели какой-то определенный опыт, потом пришло время вот этого самого, ну, грубо говоря, наслаждения чувств, но это не вступает в противоречие с Дхармой, потому что они понимают, что это наслаждение чувств, Кама, это не цель жизни, это один просто из этапов в общей системе Дхарма, Ардха, Кама и Мокши, понимаете, когда же мы вырываем эту Каму отдельно от всего и говорим, вот сейчас я буду в шастра сказано, что пока я не присытился, я не буду заниматься, все, пошел наслаждать чувства, вот когда я там присыщусь, значит, я приду, это глупость, понимаете, не об этом речь идет, речь идет в контексте культуры всей, всей, весь комплект Дхарма, Ардха, Кама, Мокши, понимаете, то есть удовлетворение одной цели или одной задаче, оно не должно препятствовать другой, другое дело, что всему свое время, но цель главная никогда не теряется из виду, не теряли ее ни Кардама, ни Дгрува, ни Прохлада, ни Прочеты, хотя в их жизни там не при Аврата, хотя в их жизни были периоды, когда казалось, что интенсивность их духовной практики стала меньше, и они погрузились там в исполнение своих материальных желаний, это этапы жизни определенные, но они никогда не выходили за пределы системы ценностей главной, в связи с высшей целью, понимаете? Я правильно понимаю, что в Левоохоте, так как она служила преданному, то она удостоилась чести стать сыном Господа, то есть это вот, как вы сказали, у нее были и желания, да? Стать сыном? быстро она занималась... Ее сыном стал Господь. Да. То есть, как она занималась преданслужением? Она служила мужу, который был возвышенной личностью. Да. Параллельно два процесса, то есть, как она и служением занималась, и в конце концов, и она достигла такого совершенства, что стала матерью Господа. Да. Ну что, на этом, наверное, закончим, да? Всем спасибо. Шимат Бхагавадгита ки-джай Шилапрабхупада ки-джай Харе Кришну. Харе Кришну. Спасибо. Спасибо.